Утром первого, мы на месте. Ты на нас заработал, включили эту сколу поезды. Изов принято, уезжаем. Ночью 11 марта примерно в 3 часа полицейские зарегистрировали дорожно-транспортное происшествие с участием угнанной автомашины. На пульт 102 в это время обратился мужчина, житель микрорайона Унтусик, бывшего поселка Чапаевка. Он сообщил, что возле его дома был угнан автомобиль «Ауди», простоявший без движения около месяца. Я вышел на улицу ночью примерно в 3 часа и увидел, что машины, стоявшей возле ворот, нет. Когда я сообщил об угоне в полицию, мне сказали, что в центре города произошла авария и попросили проехать на место ДТП. А машину я не водил около месяца. Как выяснилось, угнанный автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие на углу проспекта Таутихана и улицы Аймаутова. Угонщик врезался в светофор и потянул место происшествия. Сейчас полицейские ведут розыск преступника. Ночью примерно в 4 часа полицейских вызвали в один из бильярдных клубов, расположенных на улице Байдебекби. На место вызова выехали два экипажа дорожно-патрульной полиции и сотрудники охранного агентства, которые задержали четверых молодых людей. Как стало известно, эти посетители клуба распивали здесь пиво, а когда сотрудница заведения попросила их покинуть клуб, молодые люди нанесли ей удар по руке кружкой. Женщину, получившую порезы, врачи доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Разбуянившихся посетителей полицейские доставили в местный РУВД и сейчас выясняю все подробности происшествия. В ходе очередного совместного рейда по игорным клубам сотрудники ювенальной полиции Альфа-Арабийского РУВД задержали трех несовершеннолетних подростков, находившихся в позднее время на улице без сопровождения взрослых. Двое из них оказались иногородними. Вы где живете? Вы в Алмате, а вы где в ЖТСАИМ? А где учитесь? В колледже вас предупреждали, что ходить без сопровождения взрослых в позднее время нельзя. За последние дни в ходе рейдов сотрудники Альфа-Арабийского РУВД задержали несколько десятков подростков в нарушении закона, в позднее время находившихся на улице. В результате регулярных рейдов мы задержали и оформили 32 подростка, находившихся ночью на улице. На их родители оформлены административные протоколы. 11 подростков доставлены в Центр адаптации несовершеннолетних. Еще 11 подростков взяты на профилактический учет.